Наши путешествия по Мариел продолжаются, и мы направляемся в Ежово. Расстояние от Ежкар-Алы до поселка составляет 20 километров и занимает 30 минут. В Ежово мы посетим Мироносецкий женский монастырь. По дороге на северо-восток из Ежкар-Алы среди бескрайних полей на 15 версте справа расположилась живописная панорама одного из древнейших монастырей не только Марийского края, но и всего левобережья Волги. Это Мироносецкий женский монастырь. Место, как говорили в старину летописцы, взяло красное и украшенное трудами и молитвой. Возникновение обители относится к середине 17 века и связано с явлением чудотворного образа Пресвятой Богородицы со святыми женами-мироносицами. Майским днем 1647 года крестьянин селения Дальние Кузнецы Андрей Иванович Жолнин, работая в поле, увидел резной на аспидном камне, обложенный тканным серебром, образ Богоматери со святыми женами-мироносицами. Когда крестьянин приблизился к иконе и хотел ее взять, образ сделался невидимым, но вскоре появился вновь настоящим рядом дереве. Спустя некоторое время образ был перенесен в царево Кокшайск, в соборную, в церковь Воскресения. Весть о явлении чудотворного образа дошла до Москвы. Царь Алексей Михайлович повелел отправить икону в Москву. Воевода Спиридонов, сняв список с иконы, отправил подлинник в столицу. Строительство монастыря велось быстро. Уже в 1652 году обитель была готова. Стучали топоры, росли венцы бревен. Деревянная церковь во имя жен-мироносиц, кельи, хозяйственные постройки выросли на место обретения иконы. По некоторым сведениям, деревянный храм просуществовал 67 лет, а потом на его месте началось строительство каменного. Строился храм в то время, когда игуменом в пустыне был Иоасан. Он был освящен около 1719 года, сохранился до нашего времени и венчает весь монастырский ансамбль. Я использовал как советский аг а а а путешествие по мариил закончилось а мы возвращаемся в ежкаралу